Дань уважения. В авиагородке открылся обновленный памятный знак. В честь воинов, авиаторов, они взлетали, чтобы победить. История нашего города в наших сердцах. Почему важно сохранять мемориалы героям? Пустил на свою беду. В областном центре гости обокрала хозяина квартиры, в которой проживала. Попыталась продать монеты на одном из сайтов. Есть ли хоть капля совести? Выходной с пользой. В городе пройдет субботник. Мы же тоже жильцы нашего родного города. Кто уже собрал инвентарь? А также экспериментальная культура и борьба с вирусом. Бобруйские медики присоединились к акции «Начнем с себя». Почему профилактика – лучшее лекарство? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Во главе угла – аграрная тематика. Александр Лукашенко проинспектировал экспериментальные поля в Шкловском районе. В центре внимания – новые сорта кукурузы. Президент отметил – неплохое качество, но добавил. В этом вопросе все же у Беларуси есть отставание на 20% по урожайности. Глава государства подчеркнул – это много. Белорусский лидер также поставил перед учеными вопрос, который касается селекции. Александр Лукашенко анонсировал большой разговор по итогам работы комиссии, которая проверяет работу НАНО. Вы пока еще не дотягиваете. Я почему вас пытаю так? Потому что мы с вас начнем с ученых. Медленно, медленно, по-народному говоря, шкуру драть. Вы должны дать результат. Вы мне обещали устойчивость к полигонию, высочайшую урожайность и прочее. А у нас чуть дождь прошел, все логом лежит. Комиссия сейчас по Академии наук работает. Вы там сейчас отбиваетесь всячески, что мы вас обижаем, ученых, что вас надо гладить, лелеять. Да ученый, он нормальный ученый, если он день и ночь работает над своими сортами и прочее. Нет, начинаются плакаться. Комиссия работает из числа ученых и проверяет Академию наук серьезнейшим образом. Я хочу сделать вывод по кадрам, можно работать с этими руководителями институтов и так далее или нет. Вот мы и поговорим на эту тему. И вы должны быть готовы по всем культурам. После четкого диалога Александр Лукашенко дал старт республиканской акции по восстановлению лесных массивов. Дай лесу новое житё. С 12 октября по 12 ноября Министерство лесного хозяйства будет проводить добровольную акцию с целью восстановления участков массива, которые пострадали от ветровалов и буреломов. Принять участие может каждый желающий. Для этого нужно записаться в ряды добровольцев. Особое внимание будет уделено в Гомельской и Могилевской областях, которые больше всего приняли удар стихии на себя. Как у себя дома. В Могилёве мужчина пустил девушку пожить в квартире, а та вынесла полдома. В милицию обратился 57-летний мужчина и заявил, у него украли 65 коллекционных монет на крупную денежную сумму. Вором оказалась 18-летняя жительница Минской области. Она 4 месяца проживала в квартире, пока хозяин был на даче. Когда гостья съехала, владелец имущества обнаружил пустым ящик, в котором хранилась реликвия. Оказалось, девушка забрала их с собой. Девушка попыталась продать монеты на одном из сайтов объявлений в интернете. Однако была задержана сотрудниками милиции. Похищенные монеты возвращены владельцу. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Они взлетали, чтобы победить. В авиагородке после реконструкции открыли памятник воинам-авиаторам. На торжественные церемонии отдать дань уважения собрались от мала до велика. О важности исторической памяти Юлия Вернер. Ровно 44 года назад мемориал был установлен в память о тех, кто пожертвовал собой ради мира. Сегодня в памятник буквально вдохнули вторую жизнь. Свежая краска покрывает стены, на которых выгравированы имена небесных героев. Для них от руководства города, ветеранов и общественности – алые гвоздики. Реконструкция целиком и полностью заслуга бобруйчан. Жители города на Березине чтят подвиг предков и радеют за историческую память. Мемориал удалось восстановить благодаря денежным средствам, выделенных в рамках реализации проектов гражданских инициатив, признанных победителями в открытом конкурсном отборе в 2024-м на территории Могилевской области. Сумма – более 20 тысяч рублей. «Прошло более 30 лет, когда наша дивизия, 22-я, была выведена на территорию Российской Федерации. Прошло 30 лет, но история должна быть в прошлом, будущем и в нашем настоящем. У нас были спонсорские деньги – 10%. Остальную сумму нам выделил областной бюджет. За это ему спасибо. И он видит, куда эти деньги были реализованы». Центральную плиту украшает надпись «Боевой путь соединения со схемой». На левой надпись «Они взлетали, чтобы победить», где увековечены имена 52-х героев Советского Союза и трёх, получивших звание дважды, на третьей плите, всегда в боевой готовности. «Я убеждена, что это место является ещё одной хорошей, красивой страницей в сохранении воинской славы нашего города Бобруйска. А бобруйчане и город Бобруйск – это действительно очень именитый и очень знаменитый город воинской славы. История нашего города в наших сердцах, исторические события мы помним и будем помнить, и, конечно же, передавать нашей молодёжи». «Будущее Беларуси зависит от того, как мы сможем передать эстафету мужества, героизма и трудолюбия наших ветеранов нынешним поколениям. Сегодня очень важно донести всю правду о войне и не допустить переписи истории. Молодёжь должна понять – именно в Великой Победе страна обязана жизнью, возможностью мирно трудиться, растить и воспитывать детей, разговаривать на родном языке». Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Скажем, болезни нет. В городе продолжается кампания по вакцинации. Иммунизация против гриппа набирает обороты. Сотрудники здравоохранения на своём примере продемонстрировали важность прививки. Специалисты доказывают – своевременная профилактика – лучшее лекарство. Также для профилактики заболевания мобильные бригады будут выезжать на предприятия и в организации. В этом году использоваться будут две вакцины основных. То есть для иммунизации тех контингентов, которые я озвучил, будут использоваться вакцины российского производства Грипп Олплюс. Его состав соответствует тем предложениям, которые каждый год озвучивает Всемирная организация здравоохранения и включает в себя несколько штаммов вируса гриппа А и один из вирусов гриппа Б. Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Снизить риск заражения вирусом просто. Достаточно придерживаться советов врачей. Однако главной рекомендацией медиков остаётся вакцинация. Чем больше людей будет привито, тем меньше шансов у гриппа распространяться и вызывать эпидемии. Марафон чистоты. 12 октября в Бобруйске пройдёт городской субботник. Организации города, общественные объединения, власти, горожане приведут надлежащие санитарные состояния собственные прилегающие и закреплённые территории. Помимо этого, чище должны стать улицы, дворы, скверы, парки, строительные площадки, промышленные зоны. Мы же тоже жильцы нашего родного города. Тем более ветераны. Сейчас уже огороды, дальше, практически работы закончились. Почему бы не участвовать в таком мероприятии? Я всегда за субботник никогда не отказываюсь. То есть, ну, если есть возможность, желание, в принципе, всегда есть. Принять участие равно навести порядок в собственном дворе, частных домовладениях. Только совместными усилиями мы достигнем желаемого уюта и порядка. Равняйсь смирно. Выбор будущей профессии или долг родине. С 1 октября в стране стартовала осенняя призывная кампания. В чём плюсы срочной военной службы. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!